На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вообще нет такой проблемы, как коррупция. А люди, которые проводят антикоррупционные расследования, просто по сути своей копаются в чужом белье. Согласимся с Голиковой, теперь это называется не коррупция. Теперь это новые технологии. По всей стране шагает компьютеризация и автоматизация работы госаппарата. В аутсайдерах только Кемеровская область. Посмотрите сами, до чего дошел прогресс. Счастливые жильцы дома в Междуреченске еще не знают, что на их глазах разворачивается не детская мечта, а настоящая спецоперация чиновников. Новенькие качели, скамейки выставляют во дворе, фотографируют для отчета. И все так же лихо укладывают добро обратно в грузовик. Поиграли часок и хватит. На пустыре больше рассматривать нечего. На белом снегу остались лишь многочисленные следы тех загадочных рабочих, что устанавливали детскую площадку. Это пустырь, на котором бывшая стройка детского сада. Его разобрали, нам обещали официально администрацию в 2016 году, что это место облагородит. Ну вот, видать, облагородили, но ненадолго. Пока местные чиновники размышляли о подлинности видео Папашева в соцсети, управляющая компания опубликовала кадры с камер видеонаблюдения. Прошло полтора часа. Газель уезжает, а вместе с ней, как мираж, исчезают и детские качели, и скамейки, и забор. И вот теперь чиновникам, вечно сомневающимся, в достоверности сведений, размещенных в интернете, деваться было уже некуда. Пришлось прокомментировать ситуацию. Фото и видеоматериал, размещенные в сети, действительно подтверждает примерку уличного оборудования, мафов, балансиров, скамеек на местности. Объясню, почему мы это сделали. В наличии имеется сырой эскиз, утвержденный на градсовете данного сквера Пушкина. Но при разработке проекта у проектировщиков возникли вопросы и пожелания примерить данные мафы на местности. Истину несут у ста чиновника, или, как обычно бывает в таких ситуациях, слуге народа пришлось придумывать на ходу оправдание себе. В этом будет разбираться прокуратура, которая уже начала проверку по факту появления весьма странных видеоматериалов сети. А тем временем глава города уже дал свою оценку такой работе подчиненных. Они реально дебилы там у нас что ли, ну прекрасно понимают, что сейчас в современном информационном мире творится. Все это можно визуализацию делать на компьютере. Технологии в 21 веке позволяют создать иллюзии чего угодно. Вот я в серой унылой студии, аллее оп, и вот я уже на сказочном Бали. В администрации Елизаветинского сельского поселения, что в Ленинградской области, тоже решили воспользоваться современными технологиями. Только сделали это весьма своеобразно, в меру своего сельского уровня. Вместо проектного института для создания дизайн проекта улиц и домов здесь наняли подростков. Те, естественно, выполнили проектные работы. Вот только не при помощи специальной программы, а посредством компьютерной игры «Симс». А вот незаконная свалка в Саратовской области. Мусор исчезает, но только в отчете районной администрации. Чиновникам и иллюзионистам жители села Клещевка аплодировать не стали. Ведь реальности все та же жуть. Ничего здесь не убрано. Как это было? Вот этот унитаз я здесь этот вижу с прошлого раза. Вот этот овраг начинающийся полностью загаженный. Чиновника, который колдовал с фотошопом, после шумихи уволили. Коллеги продолжают показывать фокусы по старенькой спутанице и в документах. Свалки нет? Свалки нет. Мы только что приехали оттуда с этих координат. И что там свалка? Там огромная свалка. Нет, она не так. Там имеется ближайшая свалка, но это не относится к этой карте. Обещают все убрать. Теперь уже не виртуально. А вот в Белогорске даже на компьютере не смогли привести в порядок спортплощадку. На снимке тренажеры не отбрасывают тени. Пол в пикселях. На этой площадке должно быть резиновое рулонное покрытие, которого мы как-то не наблюдаем. В администрации объяснили, что якобы сняли покрытие на зиму. Зачем, вообще непонятно. Впрочем, как только не креативили находчивые чиновники. В подмосковном Раменском на просьбу жителей заполнить песочницу просто скопировали гору песка с другого снимка. Брали бы пример с таланта в культурной столице, где разбитый асфальт с легкой руки дизайнеров превратился в словно настоящую, идеально ровную пешеходную зону. Сколько сил на эти отчеты потратили, а вместо признания чиновников отправили на новую, творческую работу. Но кадровый резерв за счет детишек, племянников и прочих родственников, которых нужно пристраивать, функционирует без боев. И потому мы совсем скоро узнаем об очередных свершениях слуг государевых на ниве освоения новых технологий. Еще одна проблема насущная – это цены. Благодаря нашим слугам государевам растут они не по дням, а по часам. Инфляция – это такая всепожирающая гадина. В Вологодской области она ставила пенсионерку без топлива на зиму и денег. Все дело в том, что 72-летней женщине в прошлом году не хватило денег на дрова, чтобы не замерзнуть, она взяла кредит. Теперь и снова нужно дрова закупать, и кредит еще не закрыт. О том, как живут простые россияне вдали от мегаполисов, наши коллеги расскажут прямо сейчас. Валентина Вячеславовна ходит лес как на работу. Здесь пенсионерка заготавливает себе дрова. В 72 года она наловчилась валить сухие деревья и собирать валежник. Заниматься сбором веток Валентину Александровну заставила нужда. Денег на дрова не хватает. Одна машина стоит 8 тысяч рублей. Это вся ее пенсия. В прошлый год даже пришлось брать кредит. За него женщина до сих пор еще не расплатилась. А новая зима уже на носу. Пенсионерка в сухую погоду ходит за дровами по несколько раз в день. Привозит их домой на садовые тележки. В дровянике уже есть небольшой запас. Если попадаются большие поленья, то сама их колет. Дом, где живет пенсионерка, очень старый. Покосившиеся полы, рассохшиеся рамы, которые зимой полностью замерзают. У самой хозяйки денег на ремонт нет. А совхоз, к которому дом принадлежит, развалился. Чтобы было тепло, приходится зимой топить все три печки. По два раза в день. За холода уходят четыре машины дров. А это более 30 тысяч рублей. Очень большая сумма для пенсионерки. Органы социальной защиты оказывают материальную помощь. Но ее недостаточно на дрова. Мы оказываем помощь по отдельности. Ей и дочери с сыном. В размере до трех тысяч. Раз в три месяца. Да, она приходит как вот раз в три месяца. Материальной помощи хватает только на малую часть затрат. Несмотря ни на что, Валентина Александровна не унывает. Только мечтает, чтобы зимой в доме было тепло. И чтобы в этом сезоне не пришлось снова убрать кредит на дрова. Ведь старый еще не закрыт. В Рио главы Липецкой области Артамонову высокие цены не страшны. Недаром он один из самых богатых губернаторов. Любому федеральному министру место его покажет. Чиновник настолько отстал от жизни реальной, что заявил, мол, инфляция никого пугать не должна. Если денег нет, сами дураки. В последнее время чиновники по всей России радуют нас своей открытостью и искренностью. Все мысли, что хранились словно сакральные тайны до выборов президента, становятся достоянием общества. Саратовский министр Соколова. Свердловская начальник департамента Гладских. Вот далеко не полный список слуг народа, приоткрывших перед своими работодателями свое видение государственного устройства. На минувшей неделе этот список пополнил еще и в Рио губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Чиновник, который раньше у избирателей ассоциировался только со смешными видеороликами, вот такими, например. На Медне на встрече со студентами Елецкого госуниверситета приоткрыл личико. И заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то причина не в том, что цены высокие, а в том, что они мало зарабатывают. Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие. И просить из бюджета вы ничего не должны. Ни новых садиков, ни спортобъектов, ни дорог. Так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется. И вообще, это не должно вас интересовать. Только искусственный интеллект и инвестиции в себя. 51-летний Игорь Артамонов был назначен на должность в Рио губернатора Липецкой области 2 октября этого года. Ранее он занимал пост вице-президента Сбербанка. В сентябре 2019 года в Липецкой области пройдут выборы губернатора. И Артамонов полон решимости занять место главы региона уже на постоянной основе. О том, чем жили слуги Государева в России, в нашей постоянной рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. В Якутске все же ждут обильных осадков в виде слез от чиновников с неба. А еще желательно в виде долларов. Мэр Якутска, она молодец. И это без сарказма. Потому что она планирует запустить социальное такси. А средства возьмут с продажи дорогих автомобилей чиновников. Сейчас на торге выставлены две «Тойоты» – «Лэнд Крузер» 2013 и «Одна» 2007 года. А также «Ниссан Патрол» 2013 года. Мэр Якутска Сардана Авксентьева уже успела завоевать популярность не только в столице республики, но и в других регионах, где, кажется, одним из самых популярных просьб Деду Морозу станет мэр, как в Якутске. Главное, чтобы инициативную чиновницу не задавили за ее деятельность. Все-таки местные элиты привыкли к определенному укладу жизни. И отказ от казенных машин ради социального такси едва ли входит в их планы. А в Рязани усиление ветра с порывами страха и лжи. Здесь председатель контрольно-счетной палаты Сергей Филимонов выступил против полной антикоррупционной проверки всех мупов. Чувствуете этот лживый запах рязанского климата, а? Это, говорит Филимонов, излишнеобъемная и бессмысленная работа. В Гордуму поступило предложение проверить все муниципальные предприятия на предмет госзакупок. Однако инициатива депутатов, к слову, очень логичная. Разбилась в том числе о твердый отказ недавно назначенного на должность Филимонова. Полагаем, он знает что-то такое, что всплыло бы в ходе проверок. Неужели чиновник, как и почти все остальные, ведет темные делишки с рязанскими мупами, а? Все, на сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире Крик ТВ. Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного, чего не было в эфире. Звоните нам в редакцию по телефону 8343-262-7937. Обратите внимание, номер изменился. Также ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на наши группы и на наш канал в ютубе. Добавляйтесь, друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...